Ну, прежде всего, очевидно, для всех здесь присутствующих, может быть, кто-то из студентов это не очень хорошо знает, но в действительности очень важно для тех, кто приступает к изучению творческого наследия Георгия Иванова, надо иметь в виду, что мы имеем перед своими глазами две, в общем-то, очень разные версии поэтического наследия Иванова. Версию Витковского и версию Арива. Они принципиально различно выстраивают, вообще говоря, поэтический мир поэта, поскольку версия Витковского предполагает такую довольно четкую чистку творчества по собственным представлениям. И том начинается, вообще говоря, с середины творческого пути, выстраивается по логике самого автора в определенный период его творчества. Не буду здесь отсылать к прецедентам, но, тем не менее, вспомню хотя бы общество защиты любителей Андрея Белого, защитников творчества Андрея Белого от автора, да, которое существовало в свое время, когда стали версии более поздние приходить на смену более ранними. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что я сегодня хотел посмотреть на отплытие на ОЦТРУ, как на, во-первых, вполне полноценный сборник Иванова, и, во-вторых, как на некую конструкцию стиховую, которая, с моей точки зрения, представляет собой некую программу дальнейшего развития стихотворческого мастерства поэта, которая была заложена уже в этой книге, и которую, с моей точки зрения, недопустимо выбрасывать вообще из собрания сочинений автора или помещать в какие-то его запасники. Прежде всего потому, как раз с точки зрения чисто объективной, что эта книга представляет собой, именно ни в коем мере не может рассматриваться как характерное отсутствие всякого содержания. Ну, совершенную форму отсутствия всякого содержания вообще представить невозможно, это некий логический нонсенс. Ну, ладно. Дело в том, что в Серебряном веке, как мы знаем, его, так сказать, активными поисками формы сложились два основных направления поисков. Условно говоря, не его классическая, с опорой на разнообразие форм, Брюсов, Бальмонт, Вячеслав Иванов, Сологуб, Кузьмин, Северянин, и неоромантика в разных версиях от блока до футуризма, для которой интерес к тем или иным формам стиховым оказывается ослабленным. Единственные терцины блока, например, которые показывают, или редкое обращение к сонету у авторов этой группы, они показывают, что для них эти формы были, скажем так, совсем не важны. Понятно, что Георгий Иванов пришел в поэзии мастером, и это во многом объясняется, кроме особенностей его собственного дарования, еще и временем, в которое он пришел, то есть таким последним периодом Серебряного века, когда все научились делать все и написать хорошую книгу, не то, что было бы просто, было бы достаточно возможно, скорее наоборот, ее нельзя было не написать, потому что это началось чуть позже. Что есть в первом отплытии, скажем так? Четкая структура книги, небольшой объем, озаглавленные разделы, мини-циклы, пролог и эпилог. Надо сказать, что эта структура присутствует только в первой книге в чисто в полном виде, затем во второй книге, можно сказать, что она чуть-чуть ослаблена, в более поздних авторских книгах все это пропадает, за, скажем так, в результате перехода, скажем, поэта из первого лагеря во второй, о чем я говорил в начале. Поскольку в вереске всего два хронологических раздела, в лампаде пять нумерованных, сады разделены на две части, начиная с рост, разделов вообще нет. Это важная перспектива, план, если хотите, общей эволюции. Однако, возвращаясь к отплытию, книга небольшая, в ней всего 40 стихотворений. Существует жанровый подоголовок, который обычно не рассматривается, поэзы, хотя это важно, чтобы посмотреть, к какому-то, собственно, лагерю эстетически прикрепляет себя сам автор. Важно здесь же существующее обещание того, что будет продолжение книги первой. Это тоже важно, и это перспектива, которая была заложена в этой книге, и была столь же демонстративно не выполнена, чрезвычайно важна. Эпиграфы, много посвящений. Эпиграфы, обратим внимание, Сологуба и Пушкина. Много посвящений, в том числе и в форме акро-стиха. И несколько жанровых подзаголовок. Начинает книгу пролог и сонет послания. То есть, как бы, два пролога в разных принципиальных формах. В книге решительно господствуют заглавленные стихи, только пять из сорока не озаглавленные. В дальнейшем это соотношение меняется. Важная даже для всей динамики русской поэзии черта. То есть, выбор озаглавленной стихи или неозаглавленности как главной стратегии. В общем и целом, мы имеем в виду некую такую, условно говоря, амбивалентную форму. С одной стороны, внешние стихи, вошедшие в отплытие, достаточно традиционны по форме. Это в основном катрены, перекрестные рифмовки и александрийские дистихи. И далее идут классические сложные строфы. Сонеты, терцины, пятистиши и шестистиши. Особое место занимают в структуре, вообще в творчестве, это газеллы, которые существуют здесь, и еще две газеллы за пределами книги. Формы которой, собственно говоря, принадлежат в новой реинкарнации Брюсову, Вячеславу, Иванову и Кузьмину. До этого русской поэзии после фета не появлялся. Наконец, особый интерес к станцам, к разрозненным строфам, которые появляются уже в этой книге, затем он развивается дальше. То есть это декларирование как раз разрозненности строф, их относительной самостоятельности. Станцы как с самостоятельной формой, и как тем более жанр русской поэзии, так и не сложились. Однако многие поэты, в том числе и крупнейшие поэты Серебряного века, употребляют это слово в стуи буквально. Но как раз и ивановское понимание станцев более традиционное. Это с нашей точки зрения достаточно важно. Надо сказать, что не только строфика, но и метрика в целом достаточно традиционно. Строки в основном равностопные и короткие, чаще всего четырёхстопные. И больше по объёму оказываются естественным образом александрийцы, в которых шесть, наверное, пять залогов. И причём, ну если приспоряться к сорока стихотворениям, о которых я, если буду говорить более внимательно, когда только время будет кончаться, вы мне, пожалуйста, махните флажбом, потому что остановиться я могу в любой момент. Докладик я написал так часа на полтора. Разнообразие видится вот как бы за этой внешней гладкостью и традиционностью этой первой книги Иванова. Стоит очень большое разнообразие. Достаточно сказать, что в сорока стихотворениях использовано 14 размеров и типов стихов. Это небывалый коэффициент разнообразия для поэзий, тем более для традиционной, которая чаще всего пишется одинаково. То же самое происходит и в трофике, несмотря на то, что 27 створений написано четверостишими, по одному, двух, трёх, пяти и шестистишими, три сонеты, пять триолетов и одна газет. Это разные формы строчек, которые здесь используются. Тоже очень широкое разнообразие для сорока стихотворений, согласитесь, это понятно даже. Без сравнения с книгами других авторов, а сравнение привело к очень такому серьезному признанию этой книги достаточно необычной и яркой. Разнообразие внутри традиционных форм, но с второй точки зрения, очень важно, что даже внешняя такая сглаженность и одинаковость, она оказывается совсем не такой на проверке. Так разнообразие мы наблюдаем даже внутри традиционных форм. Например, в прологе «Мечтательный пастух» выразительно чередуются мужские и доктилические клаусы, что создает совершенно необычный ритмический рисунок, по крайней мере, очень нетрадиционный для русских, в общем-то, на вид вполне традиционных катренов с пересеклёстной рифмовки. «Мне тело греет шкура тигровая, мне светят нежности звезда, я гемны томной наигрывая, по сумме читательно стада». Это чередование окончаний разного типа, очень разных по длине, оно представляется чрезвычайно выразительным. Далее, более позднее створение «У моря» написано на одни женские окончания. «Мы вышли из комнаты душный, на воздух томящий и сладкий, глядели семьёй равнодушный, с балкона лиловой братки» и так далее. То есть тоже достаточно нечастая форма в русской поэзии, когда все окончания, не соблюдаются правила альтернации, все окончания одного типа. И ещё одно традиционное по форме, на первый взгляд, створение, это цезурированный четырёхстопный дактиль в створении «Птица упала, птица убита, в небе пылают кровавые золи, из замруда и сахаризолита, в поркуре света пенится море». То есть вот эти обязательные паузы в середине строки. Для короткой строки, то есть четырёхстопного дактиля, явление достаточно редкое. Я не хочу сказать, что это уникальные вот эти три явления. Уникальные, но они показывают как бы некоторую такую, на мой взгляд, очень сильно показывают некий вектор, направленный на разнообразие, на отказ от некой мунифицированности, которая, несмотря на то, что Серебряный век подарил нам, особенно в лице символистов, очень широкий спектр новаций. И здесь эта новация очень сильна, хотя она не педалируется, не показывается так очевидно. Далее, наряду с селоботоникой в створении достаточно активно используются дольники. Например, я приводить не буду, это понятно. Но это тоже неожиданно. Представляете, в небольшой книжечке используются не только селоботонические размеры, причём используются все размеры, все три основных, все пять основных силоботонических, двухсложники и трёхсложники, но дальше появляются вот дольниковые тексты и даже акцентный стих, который в то время ещё был не настолько широко, хотя после блока уже и достаточно широко существовал. Причём не только в чистых акцентных формах, но и в формах, скажем так, в которых в акцентном стихе встречается очень много метра, то есть села Ботанического. Я имею в виду ститворение. Вот письмо, я его распечатаю, я его вижу в холодные строки, ну, видите, обыкновенный анапис перед нами. А дальше начинается акцентный стих, очень острый. Дальше я просто перечислю всё, что среди этих сорокасистов я не есть. Есть логоэды. Вновь сыплет осень листьями суфими на мёрзлую землю. Вновь я душой причастен светлой схиме и осенью в неблю. Здесь строки нечётные написаны пятистопным ямбом, а чётные двухстопным амфибрахием. Сочетание достаточно редкое и вызывающее некое ритмическое дискомфорт, как форму гармонии. Значит, газела и разные формы стров, которые я уже перечислил. То есть, с моей точки зрения, в том числе и неадекватная строфика, и станция, о чём я уже вкратце говорил, и очень интересные сонетные формы, которые стоят, наконец, триолеты, стихи. И интересные есть вещи, связанные с ритмой, о чём я уже рассказать не смогу. Испортсовую только главный тезис своего выступления. Отплытие на О-цитеру представляется мне, по крайней мере. И в этом я могу положиться на объективные данные, стиховеческие книгой, чрезвычайно интересные, как в контексте творчества самого поэта, так и в контексте русской поэзии той эпохи. Всё. Есть, наверное, вопросы. А вот, Юрий Борисович, а зачем? Вы можете ответить? Ваше мнение. А зачем? Что зачем? Вот он зачем всё это сделал? А он по-другому не умел. Ну, потом-то умел, уже такого разнообразия не было. Вот это вот первая книга. Вы, по-моему, когда в начале своего выступления сказали даже слово «программа», какой-то шпат. Да, да, потому что потом всё это аукается, и практически все эти формы, но об этом я не успел сказать, они встречаются в самых, казалось бы, неожиданных местах в позднем творчестве. То есть он как бы заложил вот эту основу. То есть как зерно, что ли, ядро? Разумеется, разумеется, с моей точки зрения. Нет, я вашу как раз. Да, да, да. Спасибо. Вот из вашего доклада я поняла, что была заложена программа ритмическая. А вот трёхстопная анапись. Я письмо, вот у которого протестировала, да? Сейчас не помню, не склон. А сколько много? Вы мне посмотрели количество, как там в этой первой книжке чувствовать себя трёхстопе? Ой, понимаете, там, поскольку всего 40 стихотворений, то никакую статистику я специально не стал делать, потому что сколько-то к 40 процентам, да, одно стихотворение и два стихотворения, огромная разница получается. Я поясню, почему. Потому что сразу возникают проблемы, семантические ореолы, да? Ну, понимаете, второе... А в конце жизни у него это преображающая размер. М? Ну, это размер становится более... Да, конечно, конечно, я просто... Ну, он имеет семантику. Ну, это всегда относительно, но определённые тяготения, конечно, есть. Спасибо. Но это отдельный вопрос, и он очень интересный. Конечно, я тоже посмотрю, потому что, сделав тот пример, который я приводил, он ведь не чистый образец. Это акцентный стих, перемешанный, да. То есть он начинается, он начинается с конкретного метра, а потом он ломается, причём в конце каждой строке. Там очень интересно, первые две строки, как правило, упорядочены, и последние, как раз разрушены, поразительным образом, это сочетается с такими же экспериментами, которые производила чуть раньше Зинаида Николаевна Геппиова. Да, ну... Потом. Потом. Вот именно что потом. Всё? Всё, да, надеюсь. Всё, спасибо. 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 Спасибо.